Всем привет, вы на канале Zef, а с вами Каксид Александр. Сегодня мы с вами поговорим о Red Dead Online и Red Dead Redemption 2. В частности, обсудим правда ли то, что в марте 2025 года выйдет обновленная версия нашей любимой игры? И чего ждать от данного обновления? Будет ли это патч или новая игра? Появится ли новый контент в RDO и вообще стоит ли верить данной информации? Все это не только мы сегодня с вами обсудим и постараемся во всем разобраться. Друзья, хочу напомнить, что у нас на Twitch канале теперь проходят прямые трансляции, на которых вы сможете поиграть вместе со мной и в прямом эфире задать интересующие вас вопросы. А также обязательно подпишитесь на телеграм-канал, чтобы не пропускать новых роликов и стримов, ведь только там вы сможете всегда получить своевременное уведомление о новом контенте на каналах. Начнем конечно же с того, что в сети изначально на реддите человек выложил пост о том, что он бывший сотрудник подразделения Rockstar Games, которая занималась разработкой обновленной версии игры под консоли текущего поколения, Xbox Series и PS5, а также приложил видеоролик не самого лучшего качества, показывать я его не буду, так как Rockstar такого рода информацию любит почищать. Так вот, ролик был посвящен обновленной версии RDR2 и в конце ролика была заветная надпись, когда именно выйдет данная версия игры, а именно в марте 2025 года. Давайте более подробно разберем этот пост. Стоит отметить, что данный пост был удален, а пользователь, который оставил пост, был заблокирован. Похоже, что это реальность, Rockstar так и работает. Но ведь и ролик все равно можно найти на просторах интернета. Тут все неоднозначно. Если вспомнить, как слили первый трейлер GTA 6, то вполне возможно, что данная экранка, а именно ролик был записан с экрана монитора, так вот данное видео может являться правдой. Да и то, что обновленная версия RDR2 выйдет примерно за более чем полгода до выхода GTA 6, так же логично. Да и не забываем, то что попало в интернет, там и остается. Удалить полностью ничего не получится. Исходя из всего этого, вполне себе можно утверждать, что данный пост и ролик вполне себе реальны. И нам просто стоит ждать обновленную RDR2. По поводу данного слива информации высказались и другие датамайнеры, и те, кто просто делает точные инсайды. Так вот, лагерь тут разделился. Кто-то говорит, что это может являться правдой, а другие утверждают, что появление бывшего сотрудника компании и невнятного ролика – такая себе история. И стоит ждать окончания игровой выставки Gamescom 2024, ведь именно на этой выставке и должны сделать анонс Rockstar. А заканчивается, она уже 25 августа, поэтому данная информация и так должна уже скоро подтвердиться. С другой стороны, Rockstar и не требуется помощь таких игровых событий. Всегда компания обходится и без этого. Если новость или даже очередной слив еще может вселять надежду на появление улучшенной версии RDR2, то чего стоит ждать в Red Dead Online? Тут все неоднозначно. В любом случае, если Rockstar в марте выпустит обновленную версию RDR2 и при этом не выпустит новый контент для RDO, то это конец, бесповоротный и уже точный. А вот если выпустит, значит новым обновлением быть в RDO. И можно выдохнуть и играть спокойно с пониманием того, что про нас, ковбоев, не забыли. И вот тут от довольно веселых предпосылок и убеждений переходим к главному, а именно к слитому ролику про обновленную версию игры. Показывать я его не буду, но в ролике главное внимание уделено только Артуру Моргану и сюжетным игровым моментам, а RDO и мельком не показали. Следовательно, если это не фейк и вправду реальный трейлер улучшенной RDR2, то тут печально. Ведь возможно Rockstar все так же не занимается RDO и обновленную версию игры делает только уповая на фанатскую любовь к сюжетной кампании игры и только. Возможен и другой поворот событий. Rockstar специально не показали RDO, чтобы не раскрывать все сразу. И все карты выложить на стол уже по факту. Или пока подготовили только обновленную версию игры, а над новым контентом еще будут работать. Ведь даже если ролик реальный и анонс будет в ближайшие дни, то до марта 2025 года, ой как много всего можно сделать будет. Поэтому сперва стоит дождаться какой-либо информации, правда, что будет в марте 2005 года или все таки это фейк. И если правда, то все равно придется ждать марта и по факту выхода обновленной версии игры, мы поймем. Появится новый контент в RDO, значит игра живет и все хорошо. Выйдет новая версия игры без контента для Red Dead Online, следовательно уже больше ждать чего-либо нет смысла. Но признаюсь честно, от этого меньше любить игру я не буду. Подводя итог, что хочется сказать по информации, так сказать по слухам. Верить этому или нет? Точного ответа нет. Если не забывать, что в посте человек писал про то, что данный трейлер должны показать на Gamescom 2024, а значит уже после 25 августа мы поймем, насколько правдива эта информация или нет. Хотя как я уже сказал ранее, Rockstar вполне себе может обойтись и без всяких выставок. Еще пару слов, что же выйдет, если конечно выйдет. Патч или новая игра. На стримах я часто об этом рассуждал и говорил, выйдет точно новая игра, как в случае с GTA 5. Всем спасибо за просмотр данного ролика, если он вам понравился и был полезен, то обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк ролику. Всем до встречи, друзья!